Сергея Посадца уже не раз становились зрителями, участниками мероприятий, проводимых в рамках Братиной. Нынешний год тоже не стал исключением. 4 октября в филиале в ГИК прошел круглый стол детско-юношеский творческий телевизионный группы школы юного журналиста на телевидении. Для руководителей и представителей телекомпании Сергеев Посадца представила молодежное телестудие «Окно», организованное при Дворце творчества детей и молодежи из Токи. Сюда приходят ребята, желающие раскрыть себя в сфере кино и телевидения. Руководителем телестудии уже много лет является Михаил Ходов. В последствии за эти 18-19 лет очень многие мои выпускники телестудия «Окно» потом поступали в киноколледж, теперь в Афгит, оканчивали и сейчас учатся. Я вижу в зале многих ребят моих студентов, моих выпускников. И многие-многие работают и на региональных, и на федеральных, и в сети кинотеатров. Ну а чтобы наглядеть, показать, чем живет именно молодежное телевидение, детское, которое снимает за интерес, а не за деньги, то, что им хочется, нравится, они это воплощают в общем-то свои идеи через видеокамеру, через микрофон, через сценарий. По окончании мероприятия состоялась творческая встреча с режиссером Тамарой Сушко из Швеции, которая представила свой документальный фильм «Не рабы рыбы». 14 тысяч советских женщин были схвачены во время Второй мировой войны и перевезены в оккупированную Норвегию для работы в рыбной промышленности в арктическом регионе. Лет пять, наверное, я занималась этой историей. Я сделала сначала очень маленький фильм, я просто увидела фотографию русских женщин, стоящих в Швеции возле школы после возвращения из плена. И одна из женщин имела на руках ребенка. И для меня это было просто удивительно, я не знала ничего этого, хотя я русский человек, я была часто в Норвегии как турист. Но когда я узнала об этом, то я стала исследователем, и мы подняли такой пласт истории, который был совершенно неизвестен ни для норвежцев, ни для русских, ни для шведов. Во время войны у заключенных в лагере нацистов в Норвегии родилось 150 детей. Многие из них все еще ищут место своего рождения, пытаются понять, кто они и откуда. Художник и скульптор Санкт-Петербурга Юрий Сальников – один из них. Он думал, что родилась в Владивостоке в 1947 году. Оказалось, что это не так. Мне было уже лет 14, когда я узнал, что родители мои были в Норвегии. Маму мою, как подростка, ей было 16 лет, меня угнали на каторжные работы в Норвегию. А отец, как военно-пременный, тоже попал в этот желание. Это был каторжный лагерь. И вот с тех пор я пытался как-то выяснить эту историю более подробно. Понять обстоятельства встречи его родителей, трагическую судьбу сотен и тысяч советских пленных Юрию Сальникову помогли норвежские следователи, историки и ученые. Некоторые открывшиеся факты и для них самих стали шоком, как и для тех зрителей, что пришли на просмотр фильма «Филиал в ГИКа». К нам приезжают очень часто всякие актеры, режиссеры из Москвы. Это очень интересно, но благодаря фестивалю «Братина», который проводит телекомпания «Тонус», мы смогли познакомиться, так скажем, с авторами и открыть для себя новые секреты и даже страницы истории, о которых не знали ранее. То есть это прекрасная возможность, и мы их за это благодарим.